Вопрос 364. Книга открытым оком. Вопросы по Святой Библии. Матфея 24.28. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. Как это понять? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Ученики задали Христу сдвоенный вопрос. Матфея 24.13. И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им, видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? Первый вопрос о разрушении храма. Когда это будет? Храм – это национальная святыня евреев. Гибель его они увязывали с кончиной света и пришествием Христа. Так как ученики два момента в истории мира выяснили одним вопросом, то и Христос отвечает на их вопрос с двойным ответом. В каждом предложении Христа ответ и о разрушении храма римлянами, Веспасианом и Титом в 70 и 71 годе н.э. и о своем пришествии и кончине века. В первом варианте труп он назван Иерусалим, а орлами – римские легионеры, разрушившие и храм Иерусалим. Во втором варианте труп – явление Христа на облаках в том виде, как он был распят. А орлы – верные Христу и его последователи, вознесенные навстречу своему жениху на облаках. 1 Фессальникица, 4 глава, 6, 16-17 стих. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках всретения Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем». Исайя 40, 31 «И надеющие на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова